как фундамент делают арматуру куда надо ложить верхнюю часть бетона в нижнюю или посередине вот я сделал макет типов ленточный фундамент допустим предположим что это лишь бумаги которая наклеена гипсокартоне это будет являться арматурой а это сам бетон но я разбил его на сегменты чтобы показать его динамичность еще и какую-то нагрузку полезно может держать вот пожалуйста теперь вот здесь будет мангал основная нагрузка будет здесь здесь мы размещаем армированный пояс в нижней части фундамент фундамент будет заливаться на вот эту высоту то есть арматура наполнится специально подняли от пола чтобы бетон зашел под арматуру и таким образом вся эта конструкция будет работать как данный макет если вверх положить или еще бывают кладут в середину фундамента но это тоже самое она вообще никуда не работает вот таким способом надо укладывать вот как вы видите плита уже залита я уже на сухую без раствора разложил кирпичи вот видно что плита чугунная лежит это размечаю где будет печь и сам мангал вот сейчас я демонстрирую расположение дверцы для закладки дров где будет печка под казан печь к под казан находиться сейчас я уже выложил внутреннюю часть дровника простым кирпичом вот выпустил просечки разметил уже как будет располагаться мангал вот сейчас уже видно облицовка пошла уже дверца под поддувала печь под казан я заложил кирпичами предварительно укрепив проволоки намотов там специальное отверстие есть вот сейчас вы видите арку я уже сделал опалубку вернее и раскладываю углы размечаю кирпичи поворотные которые буду срезать то есть вот я показываю середина где будет теперь вот такие треугольнички надо вырезать из кирпича но это все методом сказать исследования то есть отрезаешь выбрасываешь отрезать выбрасываешь и когда уже все подошло то что надо по размерам уже начисто отпиливаешь болгаркой вот сейчас я показываю как я это делаю то конечно углы такие сложно запиливать проще всего как большинстве случаев делают опорные пяточки сделал вот сейчас вы видите я размечаю вот это то есть не мне понравился слишком маленький показался надо сделать так чтобы они более-менее одинаковых размеров все были наш говорю это уходит чуть ли не целый день на все вот эти уголки на все подгоны вот сейчас уже более-менее вид нормальный то есть все видите я запиливаю кирпичи чтобы туда вставлять потом облицовочный кирпич и он будет закрывать вот этот выступ закрывать будет все срезы болгар которые я делаю но сейчас уже свод закончен все видно этот гребешочек вот показываю как я укреп укрепляю проволокой дверцы в печь духовка под духовку то же самое сделал дверцей зажал чтобы она не упала это раскладываю проволоку потом за вкладку заложу ее она будет держать дверцу капитально то есть жжет жесткость будет серьезно видите дверцу я обмотал поставил так сказать асбеста асбестовые листочки то специально температурный шов так сказать вот сейчас кирпичи я закладываю и срезы болгарка видите какие они неровные вот они все будут закрываться как раз вот этим выступом на арке вот и все будет ровненько гладенько раствором замажем шов ну тоже пошел первый в два ряда карниза и в этого я перекрыл портал дровника трубы у него были квадратные оставались от беседки я их порезал и уложил таким образом получилось перекрытие сюда теперь можно накладывать огнеупорный кирпич будет это как раз выход идет дымового канала из печи вот сюда тоже установил асбеста картон так называемый тоже температурный шоу он будет давать асбест он опасен многие говорят вредный вредный неупорная смесь но глина неупорная смесь асбест кстати вот чем он опасен опасен он только тем что если когда режешь его болгарками там или пилишь трубу асбестовую пыль эту нельзя дышать и в этом опасность состоит асбеста дыша этой пылью пыли оседает в легких и она практически не выводится вот я сейчас намазал глину огнеупорную смесь вернее шамотная глина для того чтобы уложить уже дно мангала на эту смесь это печка буду туда тоже укладывать огнеупорные кирпичи просечку на всякий случай для перевязки закладываю вот первый ряд дна мангала выложил все по уровню и сзади видите из белого кирпича торчат просечки это я буду укреплять зуб камина зуб мангала так сказать так называемый вот пошли первые ряды уже задней стенки задняя стенка закрывает канал дымовой его канала печи под казан видео перекрывается все дымовой канал закрыт сзади будет вертикальный канал вверх идти в дымовую камеру будет проходить канал а там уже в конус и пойдет на вытяжку так решетка укладывается в огнеупорной кирпичи она ничем не крепится с тем расчетом чтобы если с ней что-то случится лопнет там или еще там разбилась случайно можно было вытащить или просто сверху новую кладешь вот как раз это это уже сделал я по размерам решетки укладываю я вот то есть она свободно лежит ничем не зажимается то есть она нагревается остывает сама там двигается ее можно свободно вытащить и убрать и ну или заменить дверца уже зажата проволоками все там капитально сейчас я буду подрезать кирпичи ведь я рукой показываю то есть косики эти делать чтобы удобно было вот я нарезал уже кирпичи под углами специально чтобы удобно было залу вычищать чтобы она проседала все сыпалась колосники но и в то же время обдув кислородом был из поддувала дверцу открываешь поддували кислородом обогащается вот уже как бы ямка получилось все внутренность печи шамотный кирпич укладывается на огнеупорную шамотную смесь потому что раствор цементный он просто лопнет и он настолько крепкий что порвет с собой кирпичную кладку а глина или шамотная смесь она сама двигается кирпичи целые остаются так вот я уже начал делать прорези в кирпичах для для самого казана потому что он не влазит по размерам приходится кирпичи так обрезать вот формирую первый ряд зуба наклонная плоскость ну ориентировочно где-то 20 градусов зуб должен проходить под наклоном таким принципе практически на всех каминах мангалах я делаю такую систему вот я срезаю под углом кирпич сколько градусов я не замеряю чисто на глаз так ориентируюсь вот он свободно стоит никуда не падает еще на растворе вообще будет капитально держаться уже проверено чтобы зуб не падал я делаю в нем прорези и просечкой закрепляю к задней стенке мангала на всякий случай для гарантии боковые стенки пошли потихоньку растет сначала лучше конечно выкладывать внутреннюю часть топки чтобы замазать можно было со всех сторон эту глину чтоб щелей не было там по всякому можно можно наружную укладку сделать потом я везде по разному делал где как удобно как творчество моё подсказывает так я и делал ответе я сейчас отчерчиваю градус и по вот этой линии буду отпиливать кирпичи тем самым уже будет наклон зуба сформирован то есть потом я по нему просто одну буду ложить кирпичи зуб зуба этого все заднюю стенку мангала я уже выложил просечки выставил чтобы они держали здесь вот 30 сантиметров у меня получилось будет хайло так сказать между аркой и зубом вот нарезанные кирпичи они одинаковые с правой и с левой стороны то есть наклон зуба уже уже сформирован то есть я уже вижу направление кирпичей да кстати шамотный кирпич лучше всего резать когда он мокрый вот я прорези сделал это для зуба значит для укрепления зуба как я говорил укрепляю просечкой для лучшей сцепки чтобы зуб не свалился у меня никуда вот будет зажимать просечка будет держаться к задней стенке вот уже выложил на раствор наклонная плоскость готова справа и слева теперь можно поднимать зуб на зуб тоже кирпичи нарезанные с прорезями уже все заранее подготовил на все на весь зуб и вот теперь я проложил первый ряд и зажимаю сверху белыми силикатными кирпичами зубы и вот у меня значит два раствора один для огнеупорного а другой для силикатного кирпича раствор простой на цементе каждый ряд я выкладываю зуба и зажимаю вот кирпичами прокладываю поднимаю ряд огнеупорного ряд силикатного все зажимается никуда он не денется ведь еще на краях тоже лежит на боковых стенках срезанный вот уже зуб готов то есть не даже опалубку никакой не надо было ставить зуб держится просечками все четко капитально сверху ряд прокладываю силикатным кирпичом для того чтобы вверх зуба был ров ровная плоскость получилось есть несколько разновидностей зуба есть с ровной горизонтальной полочкой к есть с двойным зубом вертикальная плоскость вверх вот это я показывал как обрамление будет проходить обрамление для арки вот тоже я укладываю асбестный лист уже с левой стороны выложил столбик под арку с высотой портала лучше не баловаться то есть сделать минимально как можно ниже чтобы дым не выходил из него дым вообще это такая противная штука малейший ветерок и дым начинает вываливать из портала поэтому надо делать его как можно ниже и все сквозняки все убирать из беседки это сейчас я показываю как я буду делать полу арку то есть арку просто там понятно полу пол круга взял циркулем типа отчертил и все а здесь надо циркуль выносить вот такой как арбалет получается чтобы полу арочку нарисовать там можно еще сделать водопроводной трубой пластиковой просто согнул ее и карандашом по не чертил получится тоже полу арка у меня на тот момент не было этой трубы я вот так нарисовал и все уже пришлось подпилить кое-чего там сразу не рассчитал точно боковые стенки чтобы наклон тоже был наружной арки наклонную плоскость я вот придал пришлось подрезать кирпичи уже потом этот кирпичики с таким срезанным углом получается так ну это уже знакомая штука с первого поздравника тоже угловые поворотные на арку все пленкой затянуто там дождь не дождь вот пожалуйста практически с первого раза уже получились кирпичики на углы поворотики на арку на дровнике я уже поэкспериментировал здесь уже проще мне было выкладываю сначала наружную часть арки видите лучики чтобы были шовчики ровные приходится подрезать кирпичи под небольшим уголком таким срезать ну лучше потратить на это время потом оно конечно красиво смотрится когда швы одинаковые так ну вот разложив кирпичи я смотрю чтобы у меня центральный замок все кирпичи вышли четко по центру такой эффект лучше всего когда все кирпичи кажется визуально одинаковыми все подрезано помучаться конечно приходится вот уже все заложено карниза два ряда я сделал все кирпичи распределил симметрично над аркой но теперь уже мелочевка осталось так сказать зуб готов видите какое расстояние между аркой и зубом это прорезь так называемая хайло или по другому еще можно сказать так теперь смотрим здесь верхняя полочка зуба но она честно говоря получилось слишком широкой ее надо делать сантиметров 20-25 чтобы она была а она у меня получилось почти полметра в дальнейшем я буду исправлять этот недочет вставлять лишь железо чем виде это я вложу вмонтирую в этот видеоролик вы увидите в этом видеоролике все буду показывать этот мангал без задвижки она здесь не нужна задвижка только на печь под казан вот она видно и вот уже диаметр трубы получается 27 на 27 сантиметров я вывожу ее наверх главное пройти толщину значит перекрытие температура там не высокая подымается ведь и зуб он слишком широкий получился это оголовок трубы так называемой то есть роза ветров с какой бы стороны ветер не дул он будет просто путаться в этих кирпичах на тягу не будет воздействия оказывать влияние но сложно конечно сделать заморочено но интересно и заказчику не надо ничего делать не крышу никакую там металлическую вот видите как направо ветер откуда бы не дул он будет задувать выдуваться там вниз дуть он не будет потому что у меня и раствор замазан под конусом под таким что он вверх будет задувать только вверх ну все я все замкать мавзолей получился сейчас будем переходить как к испытаниям это выход трубы из печи под казан черный дымок это вот как раз оттуда он выходит спичка вот смотрите дым тяга труба не очень высокая поддувает ветер очень сильный ветер дует и дым иногда вываливается вот как сейчас видно раз выходит потихоньку том 1 пошел вверх это вот я температуру замеряю вот когда разгорятся угли вот максимально что мне удалось зафиксировать 900 градусов была температура не в этом мангале а в камине я топил взял большие бревна и они дали температуру 900 градусов обычная сосна все печка готова положил я плиту чугунную на шамотную смесь да кстати перед тем как делать мангал обязательно надо в первую очередь покупать чугунную плиту дверцы все железные вот эти вещи потому что пойду по их размерам будет раскладываться и печка чтобы не было потом печку выложили а потом с этим железом не знаешь куда его воткнуть не подходит по размерам ну в общем вот так сейчас еще добавлю видеоролик как я улучшил тягу этого камина мангала вернее то есть изменил форму зуба потому что зуб был слишком широкий и иногда тяга просто исчезала ну это первый мой озвученный комментарий так что прошу меня простить за мои так сказать косяки в речь в речи недостатки я настройки сделал ли железо вырезал его из заборного профиля по размерам конуса этого мангала огонь видите как притягивается к его плоскости вот он наклонен немножко назад и огонь притягивается все мы его установили на зуб это вот сын мой стоял на верхнюю часть зуба и верхняя часть этого листа упирается в основание трубы тем самым повторяя контур всего конуса в верхней части создается заужение сильное заужение канала этого дымовые газы уплотняются там создают реактивный поток даже без костра мокрая трава вот видно какой зеленый такой тяжелый дым он туда свободно залетать видите никто не дует это просто тяга так срабатывает подсос воздуха идет снаружи туда дым не задерживаясь влетает в верхнюю часть портала тяга получилась хорошая заказчик доволен это вот я ваш покорный слуга всем спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал ставьте лайки подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на мой канал